Детская писательница Юлия Иванова Юлия приехала к нам из Санкт-Петербурга и нашла время прийти в студию Здравствуйте Здравствуйте Расскажите, как вы вообще до нас доехали? Наверное, быстро, легко и совершенно не чувствуете усталости Да, вы абсолютно правы Действительно хорошо до вас доехала, прекрасная, комфортная электричка Даже не заметила Ну, наверное, с полным таким подъемом просто пошли на встречи с ребятами Да, да, и опять вы правы, потому что солнышко меня тут встретило Это очень приятно, когда приезжаешь, у тебя тут солнышко встречают А потом ребята, библиотекари улыбающиеся, и все очень хорошо Расскажите, чему были посвящены эти встречи и вообще, как вы их организовываете? Это какой-то интерактив или это просто беседа с читателями? Вы знаете, по-разному проходят встречи Ну вот сегодня были две встречи, посвященные познавательным моим книжкам Одна из них называется «Матрешка. Кукла с секретом», а вторая – «Мультфильмы. Секреты анимации» Соответственно, это были две разные встречи для двух разных групп ребят Но обе они проходят примерно одинаково Я рассказываю о том, какие книжки я пишу, буквально несколько слов А потом мы подробно разбираемся с какой-нибудь из познавательных книжек Вот с матрешками, например, разобрались сегодня или с мультфильмами Показываю, рассказываю об истории, например, матрешек, откуда они появились Как развивалось матрешечное дело у нас на Руси Какие бывают матрешки, как они отличаются между собой Потом мы порисовали, они придумали очень интересных матрешек Одну даже какую-то странную, похожую, больше на чудовище, чем на матрешку Вот, очень-очень было интересно Ребята взяли автографы, там еще библиотеки подготовились Выпустили закладочки с моей фотографией Можно было там оставить автограф В общем, ребятам очень понравилось это дело, за автографами подходить А получается, так у вас несколько тематик в творчестве, да? Получается, познавательная и фэнтези, правильно? И даже не только это У меня есть сказки для самых маленьких Вот с них, в общем-то, и началось мое такое творчество детское Все логично Да, все логично, со сказок началось Да, потом я попробовала познавательную книжку написать И тоже очень даже хорошо пошло Вот, и причем мне очень нравится переключаться с одной темы на другую Потому что так мозг отдыхает Он сосредотачивается на другом, да? И тем временем как бы набирает информацию для следующей уже работы Так что очень удобно мне Я и сказки пишу, и познавательные, и те, и другие вместе У меня, например, есть серия книжек, где вместе идет параллельно И сказочная история, и познавательная То есть для тех, кто любит сказки, те в книжке обратят внимание на сказочную историю Те, кто любит познавательную, те для себя что-то новое узнают Очень удобно с такими книжками работать Потому что я одним детям могу одно рассказать про нее, другим другое Вот, а фэнтези, да, фэнтези это уже для более старшего возраста Это как раз одно из последних моих направлений, где я работаю И надеюсь, что тоже буду продолжать Я думаю, вы, как никто, должен знать ответ на вопрос В чем разница между сказками и фэнтези? Да, собственно, разница-то невелика Просто сказки, они ограничены объемом Именно потому что предназначаются больше для читателей младшего возраста А фэнтези уже для читателей, можно сказать, даже взрослых Потому что многие взрослые читают фэнтези А так это та же самая сказка, только более сложная С большим количеством персонажей, с характерами такими ярко выраженными С какими-то историями, которые более сложные, да, чем в обычной сказке для малышей Ну, это, в общем, та же самая сказка А какой-то нравоучительный элемент фэнтези пропадает или нет? Пропадает, даже не знаю Если автор туда ничего не закладывает, может быть, там ничего и нет Да, но мне кажется, каждый автор, когда пишет, какую-то мысль он имеет в виду И совсем другое дело, что читатель там может увидеть свое Поэтому тут очень сложно сказать, да, что там пропадает, что там, наоборот, проявляется Я, может, и не хотела бы, а там что-то кто-то нашел Да, непростой вопрос Да, вот такой, мне кажется, очень актуальный последнее время Когда фэнтези все больше и больше и больше обретает популярность Причем, если какое-то время на своей, так скажем, заре, да, популярности Он был больше интересен, на мой взгляд, взрослым или подростком То сейчас уже и начальная школа подтягивается Это так все очень интересно Юля, у меня вопрос как к современной сказочнице теперь Как вы создаете свои сказки? Это сказки по какой-то определенной формуле, по которой создавались там народные Или это чисто авторские произведения, авторские истории, ничего не имеющие общего с народными и с фольклором? Конечно, это все авторские сказки, да, начинается любая сказка с идеи Вот появляется идея, а потом я уже начинаю думать, как эту идею лучше преподнести Что касается общности с народными Ну, может, там начало, жили-были Жили-были, вот ни разу не было у меня жили-были Вот все впереди Может быть, я еще такое напишу, да Просто я считаю, что любая прочитанная книга, да, она оставляет в сознании некий след, да Можно сказать, что весь багаж прочитанный, он уже отложился в моем сознании И то, что я выдаю, да, свое, оно все равно уже на чем-то основывается Конечно, нам народное тоже есть А как вы думаете, современным детям сказки нужны? Ой, мне кажется, им нужны даже больше, чем кому-либо еще Потому что у нас такой век высокотехнологичный, где можно легко не заметить чудеса вокруг А сказка, она помогает как раз верить в них подольше, а может и некоторым не терять эту веру никогда Мне кажется, это здорово А каких авторов современных вы читаете и, может быть, рекомендуете и детских, и взрослых? Я вообще за то, чтобы каждый читатель нашел себе книжку по душе Конечно же, есть авторы, которые, наверное, для всякого читателя будут хороши Но есть и такие, которые не для каждого, не в каждом отзовутся Много сейчас современных писателей, несмотря на какой возраст Тут тоже очень сложно так в общем ответить на этот вопрос Смотря на какой возраст рекомендовать Из стихов, например, мне очень нравится, как пишет Юлия Симбирская Это прекрасная поэтесса, которая пишет прекрасные стихи Которые просто сердце тает и у взрослых, и у детей Или Дарья Герасима тоже, она прекрасно ей пишет И рисует еще иллюстрации к своим книгам И это получается такое произведение искусства практически, а не книж Которые читаешь и любуешься Анастасия Орлова для самых маленьких, конечно же, пишет прекрасные стихи Насчет прозы, прозы очень много Сейчас просто на любой вкус Мне кажется, в библиотеку приходи и выбирай все, что тебе нравится А там уже разберешься А не повторяется ли эта проза друг в друге? Ведь, ну, казалось бы, вот в советское время, да, если взять авторов Мне кажется, на первый взгляд уже все написано, все сказано Зачем современным авторам пытаться переплюнуть мастеров? Я не думаю, что кто-то из современных авторов хочет переплюнуть мастеров Скорее, это, знаете, желание высказаться, да, на одну и ту же тему можно сказать по-разному То есть можно взять совершенно всем известных персонажей, там, Волка и Зайцев, да, и придумать про них такую историю В таком ракурсе ее показать, о котором еще никто не говорил, никто еще не показывал Возможно ли это? Бывает, бывает, хотя, конечно, это очень сложно Вы правы, очень много уже сказано, очень много уже всего прочитано, снято Что касается, да, кинематографа, тоже мы видим постоянное повторение Может быть, это и неплохо Потому что тот, кто не прочитает, например, книжку, там, 50-летней давности Тот возьмет современную книжку, может быть, эту же историю прочитает, но по-другому он ее посмотрит А вот если мы берем произведение для малышей, тут уже выбор за родителями И большинство родителей будут придерживаться авторитетов Да, но родители же меняются тоже Да, ну вы правы, я понимаю, о чем вы говорите Действительно, книжки для детей выбирают родители, и родители эти очень разные И, конечно же, все мы стремимся поделиться своим детским счастьем, да, детской радостью Если какая-то книжка нам нравилась в детстве, нам очень хочется ее же прочитать Или дать своему ребенку, да, чтобы он сам прочел Но не всегда эти книжки находят отклик в душах детей Потому что все-таки меняется очень сильная реальность, которая вокруг нас И то, что удивляло нас в нашем детстве, уже может совершенно ничего не значить для детей современных Они, может быть, ту же самую историю, да, с тем же самым посылом Прочитать с большим удовольствием, написанную новым языком, да, написанную какими-то новыми словами И используя еще новых героев, которые им будут ближе и понятнее Вот, хотя, конечно же, прекрасные детские книги, которые стали уже классикой Никто их не отрицает, это очень хорошо, что они есть, очень хорошо, что дети читают Ну, можно просто найти тот баланс, чтобы не заставлять детей, да А вот давать им то, что им изначально интересно, а потом посмотреть, как пойдет Мне хотелось бы еще поговорить о литературном языке, языке прозы в вашем случае Можно писать книжки для детей на языке детей Можно писать о детях, а можно соблюдать такую совершенно волшебную золотую середину И говорить простым, понятным языком, интересным и взрослым, и детям Как делаете вы? Ой, мне бы хотелось, чтобы я делала третьим вариантом, конечно же Потому что он очень привлекательно звучит, даже вот так сказали Мне бы очень захотелось быть таким автором, который таким языком рассказывает Я не знаю, я про детей практически еще ничего не писала То есть у меня сказки для малышей, они для детей То есть там практически персонажи, все это или животные, да Или какие-то оживающие предметы Вот, ну есть, конечно, дети, но они, не сказать, что настоящие, они все равно тоже сказочные Вот, а таких реалистичных историй я не писала У меня пока такого в авторском портфеле нет Поэтому, наверное, я стараюсь быть третьим вариантом Использовать простой язык и пытаться донести мысль сложную, но простыми словами Но все-таки для вас адресат – это ребенок или взрослый? Кто в первую очередь? Для меня сейчас ребенок, конечно Я пишу для детей Вы так ответили, как будто вы пишете для своих детей А, ну у меня же есть дети, поэтому да Иногда мне удается провести на них эксперимент, поставить Да, я, бывает, прочитаю новую сказку им до того, как отправлю ее в редактор или в издательство Но, опять же, мои дети – это мои дети, и они очень лояльны ко мне Потому что я же еще и мама, и они, конечно, меня очень поддерживают Поэтому это не фокус-группа Хотя бывает приятно, когда я вижу хорошую позитивную реакцию Или смех, например, в нужных местах слышу, да Или просто слышу слова, что да, мне понравилось Это приятно, это поддерживает А получается, они, наверное, для вас такой стимул, да, работать или все-таки нет? Что было первее? Или желание литературного творчества, или дети, которые впоследствии вдохновили на него? У меня, наверное, первично было все-таки творчество Потому что началось это еще с школьных лет, когда я из запойного читателя стала еще и писателем таким, доморощенным То есть я писала свои первые сказки, свои первые рассказы в тетрадочке, в клеточку, ручкой синей, шариковой рисовала рисунки Ну, собственно, очень многие писатели так делали, и вот у меня с этого же и началось А потом уже, когда во взрослом возрасте, когда уже не писала ни ручка, когда уже в ноутбуке там набирала Это уже совсем другая история А что вам помогает работать, создавать новые произведения? Мне помогают новые впечатления То есть если это говорить о том, что вдохновляет, да Новые впечатления, какие-то ситуации, картины, музыка, дети Вот все, что вокруг меня происходит, ну, сама жизнь, можно сказать То есть чем больше всего интересного вокруг, тем богаче будет внутренний мир и его выражение А вы себя пробовали только как автора прозы? Я не могу прямо сказать, что только как автора прозы Я пробовала писать и стихи, но я думаю, что они у меня получаются не так хорошо Поэтому я не афишу Я на прошлой неделе разговаривала с Екатериной Неволиной И тоже ей этот вопрос задавала Она говорила о том, что она иногда стихи случайно пишет и вкладывает их в уста своих персонажей Ну, есть такой прием, да, есть такой прием Я им тоже несколько раз пользовалась Но я не злоупотребляю Потому что когда вот видишь вокруг талантливых таких поэтов, на которых просто не дорасти Вот, не хочется лишний раз мучить читателей своими стихами, которые не дотягивают Вот просто я еще как-то готова поделиться А вот стихами пока нет А есть ли у вас какие-нибудь планы писать литературу для взрослых? Планов нет, планов нет Но я не исключаю такую возможность Потому что все меняется Я, например, когда начинала писать сказки Я еще не думала, что я когда-нибудь напишу фэнтези для подростков Но это произошло Поэтому, может быть, когда-нибудь произойдет и такое Я когда-нибудь, может, напишу что-нибудь для взрослых Но пока я себя очень комфортно чувствую вот сейчас В настоящем моменте, когда пишу для детей Для маленьких и для больших А в чем принципиальная разница работы над произведением для маленьких и для больших? Ну, не считая жанров, всяких вещей, не считая объемов А вот так даже не по задумке А вот и по подаче, и по характерам персонажей Ну, вот все говорят, что для детей надо писать так же, как для взрослых Только лучше Ну, согласна я с этим Хотя для взрослых я писать не пробовала Но тут есть такой момент, что взрослые люди Они более терпеливые, так скажем, да В плане текстов Они могут некоторое время Ждать Ждать, да, пока начнут развиваться события Еще 20 страниц, и точно будет хорошо Да, 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 именно об этом я и говорю А вот дети, они не такие Их надо бы заинтересовать в первой странице И если не заинтересуешь, то У них нет мотивации продолжать чтение самостоятельно Книг так много, что они могут взять другую Им не обязательно дочитывать до конца Вот так что, не знаю С ними, наверное, даже и сложнее, как с читателями И даже на встречах это видно Взрослые будут сидеть И даже если им не очень интересно, они будут делать вид Они будут молчать Они будут, может быть, даже изображать заинтересованность А вот с детьми такой номер не пройдет Потому что если им не интересно Они не будут, они не будут тебя петь Они не будут делать вид, что им интересно Они будут окровенно скучать Поэтому, когда готовишься к встрече с детьми Ты всегда в таком тонусе находишься Тебе надо быть интересной Наверное, эти встречи дают энергию Они дают энергию, но они, конечно, забирают очень много То есть у нас такой происходит обмен. Я им отдаю немного себя, а они мне отдают много себя. А бывали какие-то на встречах интересные запоминающиеся моменты? Например, там какие-то вопросы, вот как вы уже сказали, про матрешки, про эти вот такие фантазийные. Вот что-нибудь такое? Ну, всегда что-нибудь такое происходит, что хочется срочно записать, чтобы не забыть. Но если ты этого сразу не делаешь, то оно как-то так испаряется из памяти. Происходят и смешные вопросы они задают. Только я забываю записывать, к сожалению. Надо бы уже такую привычку приобрести. Просто в блокнотик сразу так. Да, сразу так. Вот что было-то, вот что спросили. Вот монстры нарисовали мне вместо матрешки, отлично. Надо будет записать. Какой возраст детей, по-вашему, самый воспринимающий воспринимающий, да, и самый вот в то же время проблемный, может, задающий больше всего вопросов? Насчёт воспринимающего. Это, конечно, у меня вот младшая школа. Это когда первый, второй, третий класс. Они просто слушают и сразу реагируют, да? Они вообще самые открытые читатели, потому что они ещё не испорчены школьной этой вот обязаловкой, да, их ещё не сильно там гоняют по литературе. Они читают ещё относительно интересные произведения, да, и они ещё читают вообще, они ещё читают. Хотят. Да, они ещё хотят. И они вот на любой встрече, они отзываются. Вот о чём бы я ни говорила. Говорю я о сказках, они отзываются. Говорю я о познавательных книгах, они отзываются. На любую тему, которую я предлагаю им пообщаться, они отзываются. Причём это очень искренне. После встречи они подходят, задают какие-то вопросы, обнимаются. Вот это у меня, конечно, когда я только начала встречаться с детьми, у меня вот эти объятия искренние, они меня больше всего, конечно, покорили. Потому что я для них незнакомый человек, которого они хотят обнять. То есть это же надо заслужить, это же дорогого стоит. И вот когда это происходит, я до сих пор очень благодарна им за такие проявления искренности и доброжелательности. А насчёт проблемных, может быть, я просто ещё не доросла до проблемных, потому что пишу для маленьких, они пока у меня все без проблемных. Встречи всегда проходят очень тепло и очень уютно. Бывают шумно. Это от эмоций. Да, бывает очень эмоционально. Бывает, мне вообще сложно что-то вставить, когда вот тема очень возбуждающая, например, как мультфильм. Вот сегодня была вторая встреча про мультфильм. К концу встречи, когда речь пошла о Диснеи, когда потом мы переключились на союз мультфильм, я стала показывать знакомые им кадры, они так превозбудились, что я уже даже не могла вставить ничего. Они мне на перебой просто перечисляли те мультфильмы, которые они любят, которые они знают, которые они хотят посмотреть. Вот. И тут мне уже приходится, да, выдерживать паузу, чтобы они выговорились, и дальше продолжить. Поэтому у меня пока, да, эти самые любопытные дети, первый, второй, третий класс, самые мои любимые. Юля, последний вопрос. Как к современному писателю, как к родителю. Считаете ли вы, что сейчас современные дети не хотят читать, и что вообще есть такая проблема заставить ребенка читать или упросить его читать? Вы знаете, мне кажется, проблема больше не в детях, проблема во взрослых. Потому что вот насколько я вижу, очень многие взрослые перестали читать. Это, конечно, мне сложно представить, потому что я как вот научилась буквы в слова складывать. Так вот с тех пор остановиться не могу, да. Мало того, что я читала, я еще и писать стала. И мне сложно представить, было раньше человека, который не читает. А сейчас я вижу, что, конечно же, жизнь изменилась очень сильно, и чтение отошло на какой-то задний план. Так вот, если бы в семье ребенок видел читающих родителей, то этот вопрос даже бы не возник, да. Хочет он читать, не хочет он читать, это просто бы прививалось. А так, по-моему, сейчас основная нагрузка ложится на библиотеки и на начальные классы, где учитель может заинтересовать. И даже вот такие встречи с писателями, да, они тоже очень-очень много значения имеют, потому что я вижу после этих встреч, как они меняются. То есть они пришли, они не знают, куда они пришли, чего тут будет сейчас, автор какой-то, книжки какие-то. А потом, когда они к концу встречи подходят и спрашивают, где эти книжки можно взять, а когда мне потом на следующий день родители пишут в соцсетях, вы знаете, мой ребенок впервые сидел не за планшетом, а читал, ну я прям готова тут растрогаться до слез, потому что я чувствую, что я не зря вообще сходила, я не зря это написала. Но даже если это один человек, то это уже, уже тому стоило. Уже победа. Да. Юлия, спасибо большое за разговор. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была детская писательница из Петербурга Юлия Иванова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!